всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия весна в этом году у нас заглянула уже прямо конкретно и так захотелось чего-то новенького поэтому я решила сделать себе новые бусы вот эти бусы у меня уже готовы они получились у меня яркие жизнерадостные совсем летние ссылочку на магазин в котором можно приобрести и натуральные бусины и всю необходимую фурнитуру я оставлю для вас в описании переходите по ссылке и вы увидите что в этом магазине выбор буквально на любой вкус и кошелек в этих бусинах я использовала агат который покупала на алиэкспресс это конечно же не настоящий агат я думаю что это просто стекло потому что вот эти вот все красивые прожилочки со временем начинают стираться и исчезать обидно конечно но какое-то время я их все же поношу и сейчас я собираюсь сделать вторые бусы для себя из натурального агата у меня есть бусина агата трех размеров это 10 миллиметров 8 миллиметров и 6 миллиметров из них я сейчас сделаю вторую нитку бус вот такие красивые прожилки есть на бусинах большого размера и они будут являться ярким и оригинальным акцентом все нитки давайте сразу скажу по количеству бусин размером 10 миллиметров у меня 10 штук бусины в размере 8 миллиметров 20 штук и вот эти бусина агата 6 миллиметров у меня 40 штук понадобится ювелирный тросик у меня это 0,38 миллиметра инструменты и фурнитура для того чтобы разложить бусы и посмотреть как они будут выглядеть я делаю из листа а4 вот такие вот желобки и использую их из фурнитур я буду использовать замочек тоггл бронзового цвета кремпы и зажимные бусинки также можно для замочка взять карабинчик колечки кремпы зажимные бусинки и вот такой вот протектор посмотрите вот на этих бусах я сделала себе как раз вот такое крепление и сейчас расскажу как как оно делается посмотрите с одной стороны у меня вот здесь вот установлен кримп который держит тросик сверху зажимная бусинка потом идет протектор поэтому протектору проходит тросик и протектор защищает тросик от перетирания дальше прямо на протектор одет замочек здесь все то же самое только в конце у нас идет колечко на которое мы застегиваем карабин вот так выглядит протектор очень удобная штука которая защищает тросик нитку или леску от истирания но у меня не оказалось протектора бронзового цвета поэтому я протектор вот в этом соединении использовать не буду а как делается все остальное сейчас покажу вам для начала распределяем бусины в желобке для того чтобы посмотреть как они будут смотреться понравится ли нам поэкспериментировать с расположением размеров и оценить какая длина получается у бус и так я решила что мои бусины будут располагаться вот в таком порядке примерно можно теперь посмотреть сколько это получится у нас сантиметров то есть я прикинула где-то около 50 сантиметров будет вся низко но сейчас я нанизаю их на тросик примерю на себе и посмотрю как это будет смотреться и уже определюсь какая длина у меня будет пока одни отрезают тросик от катушки начинаю нанизывать бусины в том порядке в котором они у меня разложены вот что у меня получилось пойду сейчас примерю и для того чтобы у вас бусины не свалились с лески я беру вот такой кримп и зажимаю его при помощи плоскогубцев это у нас будет временная подстраховка и так примерка прошла успешно меня все устраивает и посмотрите как красиво бусы выглядят на моем новом к суммированном слитом и так начинаем делать застежку вот эту часть с фиксатором я обрезаю и сюда надеваю новый кримп так дальше продеваю замочек было бы очень хорошо если был бы здесь у нас протектор который я вам показывала но у меня не оказалось бронзового протектора а серебристый будет очень сильно выделяться я не буду этого делать буду надеяться что металлический тросик надежно будет здесь все держать вот так это выглядит теперь я зажимаю кримп плоскогубцами очень крепко и на это место надеваю обжимную бусинку у нее с одной стороны открыта боковинка и вот так вот плоскогубцами мы ее зажимаем получается вот такой красивый шарик теперь продвигаем бусины по тросику до замочка и вот этот кончик тросика мы также прячем в бусинках внутри все вот такое соединение мы сделали хвостика не видно теперь с противоположной стороны обрезаем тросик оставляя необходимый отрезок для соединения и точно так же надеваем сюда сначала кримп потом вторую часть замочка и тросик нам сейчас нужно завести в бусины сразу заводим кончик тросика в 3-4 бусины и пододвигаем тросик так чтобы все бусинки встали на свое место сильно туго бусы пододвигать не стоит необходимо оставить здесь небольшое пространство для того чтобы бусы были более пластичными и не топорщились теперь мы зажимаем кримп ближе и сюда же надеваем обжимную бусину все вот такое соединили у нас получилось здесь хвостик аккуратно я обрезаю и смотрите буквально за час я сделал для себя пару новых бус на лето для того чтобы фурнитура не потемнела я ее обрабатываю цапон лаком и это надолго продлевает срок службы вашего изделия такой лак можно купить в мелодии бисера а также бусины и фурнитуру на любой вкус и кошелек если вам понравилось это видео поставьте пальчик вверх мне будет очень приятно в комментариях обязательно напишите как вам мои новые бусы и получилось ли у меня вдохновить вас на новые украшения также не забудьте подписаться на канал с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока а и Продолжение следует...